Здравствуйте! Мы начинаем проект Давича Одесса 90-х, нулевых. И наше ближайшее прошлое. Вот на таких кассетах хранятся сюжеты, события, люди и явления. Политики, они занимали очень много телевизионного времени. Кто-то из них вовсе стерся из памяти. Не стоит даже затраченной на него пленки. Кто-то возвращается, как комета Галея. Снова и снова. Их интересно просматривать, как рекламу для похудания. Как было и как стало. Правда, результат иной раз далеко не тот, что ожидался. И сегодня мы вернемся в год 2002. 15 лет назад говорили о том, что... Путин в Одессе. Открывается почтовое отделение на острове Змеином. Первое заражение ВИЧ в больнице. Модель Саша Николаенко вернулась из Турне. Норд-Ост и вот голоски у нас в городе. В пленках Мельниченко фигурирует одесский мэр. Так ездить нельзя. В Одессе меняется автопарк. Одесса вернулась в Одессу. Судно, которое было флагманом пассажирского флота ЧМП, наконец-то возвращается из заграничного долгового плена. Горожане радуются, ведь это значит, что и другие суда могут вернуться. Лжавое судно встречались со слезами счастья и цветами. Почти 8 лет Одесса простояла в порту Неаполя, пока ее не выкупила рыболовецкая компания «Антарктика». Экипаж Одессы все эти годы не покидал судно, жили проголодь. Для двоих членов команды этот затянувшийся на десятилетия рейс стал последним. Их привезли в цинковых гробах. Само судно руководство «Антарктики» планировало восстановить. Его можно восстановить, он может работать. Этим пароходом может гордиться как Одесса, как Украина и как жители Украины. Мы же все-таки на сегодняшний день морская держава. Через год директор «Антарктики» Валерий Кравченко будет убит киллером. А через 5 лет, в 2007 году, Одессу так и не отремонтировав, отправят на иголки. В 2002 году одесситы прячут Лениных. Это октябряцкая звездочка. На ней кудрявый херувим Володя Ульянов. С раннего детства он входил в жизнь каждого советского человека и сопровождал его до самой смерти. Шутили, что есть духи, запах и лича, мочалка по ленинским местам, вино «Ленин в разливе» и трехспальная кровать для молодоженов «Ленин с нами». Он был вождем и дедушкой. Когда в 1996 году было издано распоряжение городских властей о ликвидации советской символики, рабочие припортового завода стали на защиту своего Ленина. И вот в 2002 году новая угроза. Первый памятник Ленину в Одессе установлен он после революции. Злые языки называют его спрутом и треножником из романа Уэллса «Война миров». Но когда поползли слухи о том, что его могут снести, рабочие встали на добы. К нам обратились ветераны нашего судоремонтного завода и попросили сохранить этот памятник. «На основании этого мы решили выставить охрану и несли круглосуточное дежурство». Второй миниатюрный памятник по адресу Короленко прятали, годы оккупации спрятали и сейчас. «Мы не можем добиться к делу. Нам сказали, что нам его не дадут, они боятся, что мы его уничтожим». В 2002 году на Куликовом поле по поводу годовщины великого вождя праздник и, конечно, прием пионеры. «Мои родители рассказывали про него очень много и говорили, что это очень хороший человек». «Много я о нем знаю, читал, но долго рассказывал». В 2002 году происходит демилитаризация острова Змеиной. Закрытый некогда военный объект, на который невозможно было попасть. Он передан Кирильскому району Одесской области. Одним из первых шагов в демилитаризации острова стало открытие здесь почтового отделения. Теперь адрес Змеиного – Одесса-2. Есть и соответствующий почтовый штемпель, за оттиском которого уже начали охотиться коллекционеры. Но куда важнее для островитян стала установка обыкновенного таксофона. На Змеином проходят выборы в Верховную Раду Украины. Островитянам тяжело ориентироваться в политической обстановке, ведь у них ловит только один телеканал, да и то в хорошую погоду. Избирательную комиссию к ним перевозят на вертолете. А в Одессе, как и во всей Украине, нешуточный накал политических страстей. Кучму в отставку. В разгал скандал из-за кольчуг Украина отрицает, что продавала Саддаму Хусейну это вооружение. США не верят и грозится наложить санкции. Майор Мельниченко публикует новую порцию аудиозаписей. Из них следует, что мэр Одессы Руслан Бадалан знакомит Кучму с международным торговцем оружием. Через время оприлюднены переговоры президента Украины с одним из крупнейших бизнесменов Малеевым. Становится понятно, что тот выступил посредником при продаже. На пленках записан разговор Кучмы и Малеева. Кучма, что такое кольчуга? Малев, кольчуга это станция пассивного обнаружения воздушных целей. Кучма, надо, чтобы продавец и орданец не болтал, бля. А то еще оттуда нас проверять будут. Провластные СМИ заявляют, что пленки подделка. Разве президент может материться? В 2002 году на парламентских выборах побеждают коммунисты. А премьером становится дважды судимый Янукович. Который может не только материться, но по слухам и драться. В 2002 году в Одессе встретились главы трех государств. Кучма, президент Украины, президент Молдовы коммунист Воронин и президент России Путин. Да-да, Путин был в Одессе. Надо сказать, что тогда Путин еще не опаздывал на встречи и не демонстрировал явное пренебрежение к собеседникам. В Одессе Путин предпочел не гулять и достопримечательностями не интересовался. Лично встреча шла о принятии Молдовы в таможенный союз. Хотя общей границы в Молдове с Россией не было. И, следовательно, не могло быть и таможни. Также Киев был заинтересован в поставке российской электроэнергии в Молдове через территорию Украины. Путин рассказывал, как хорошо будет в таможенном союзе. Все, хочу это подчеркнуть, все, что будет способствовать экономическому росту и сближению экономик, созданию рабочих мест и приданию нашим экономикам должного статуса в Европе и мире, все будет использоваться. Когда США грозились наложить санкции из-за кольчужного скандала, Украина тут же демонстрировала свое дружелюбие к северному соседу, то есть к России. А мы можем и в таможенный союз вступить, если что. Тогда и подумать никто не мог, что Путин развяжет войну и станет врагом номер один для Украины. Одесская красавица Александра Николаенко вернулась с конкурса красоты, прошедшего в Африке. Как оказалось, знаменитое славянское обаяние, свойственное украинской конкурсантке, ощутили на себе не только члены жюри, но и вождь Зулузского племени, куда девушки попали, путешествуя по саванне. Вдруг Зулузский, этот вождь, подошел, что-то начало вручать, махать, все резко остановились и смотрят. Я не понимаю, в чем происходит. Мне потом перевели, что он предложил мне стать его женой из многочисленных. Но Саша выбрала более удачный брак. Мисс Украина Александра Николаенко вышла замуж за 76-летнего американского миллиардера Фила Рафина и родила ему двух детей. Насколько я помню, Саша всегда была нечванлива, коммуникабельна и много помогала детям из неблагополучных семей. Внезапно в Одессу прибыл президент Монголии. По шарашенному виду Бадалана и Гильнемецкого, понятно, они не понимают, что нацогин Багабанди забыл в Одессе. Оказывается, президент в 1980 году окончил Одесский технологический институт. Ныне Академия пищевых технологий. И жил в тамошней общаге. Так что его тур был ностальгическим. Возможно, он хотел пройтись по тамошним коридорам и воскликнуть. Проклятые одесские гопники! Проклятый смрад общаги! Вы, вы ничего не смогли со мной поделать! Я стал президентом! А может, хотел послушать древнюю студенческую песню? Блок наш дружная семья. В лужах здесь полно дерьма. И когда идешь по блоку, то скользишь как по волнам. В лужах здесь полно дерьма. В 2002 году в Одессе начинается эпидемия спидофобии. Оказывается, ВИЧ могут занести в медицинских учреждениях. Слухи распространяются. Говорят, что заразили сотни человек. На самом деле, зараженных было двое. Оба пациента онкодиспансера. Им перелили кровь донора, который на тот момент не был идентифицирован как носитель ВИЧ. У страшной болезни есть период, когда вирус в крови не выявляется. На это и сделали в своих оправданиях упор врачи. Кровь была прилита по жизненным показаниям. И без этого фактически было нельзя, так сказать, поступить иначе. Двое зараженных в онкодиспансере пациентов живы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Они взяты на полное медицинское обеспечение. Для людей это огромная трагедия. Однако в суд на медиков они подавать не намерены. В 2002 году открыта больница скорой помощи Интосана. Это было событие. Мы двигаемся в Европу, так кричали оптимисты. Со временем Интосана стала ассоциироваться с чиновниками, которым леска поплохела у следователей, и подстреленными бизнесменами и политиками, которых доставляли в эту больницу. Подобную больницу раньше мы могли увидеть только в зарубежных телесериалах. Например, в американском «Скорая помощь». Все здесь выполнено по самым современным стандартам. Существенно подорвала имидж Интосана смерть актера Андрея Краско в 2006 году. Скорая отказалась ехать к умирающему артисту, хотя тот мог уплатить деньги. СМИ цитировали пресс-секретаря больницы Богдана Луцика. В нашей клинике нет обязательств перед всем и каждым. Всякое бывает. В 2002 году «Маски-шоу» выпускают новый сериал «Маски в казино». Одновременно с этим Георгий Делиев и Борис Барский идут в политику. В 2002 году у кандидатов в депутаты Бориса Барского и Жора Делиева был предвыборный лозунг «Смешить народ должны профессиональные клоуны». С этим не поспоришь. Это фильм из сериала «Маски-шоу». Очень смешной фильм, очень забавный, с трюками, с гэгами. Там встречаются и старые персонажи, и новые персонажи. Скоро мы их увидим на экранах. К сожалению, комик-группа «Маски» в 2002 году покинул знаменитый комар Владимир Комаров. В 2002 год Одесса празднует очередную победу альпиниста Владислава Тарзула. Он покорил почти все восьмитысячники мира. Недавно он выяснил отношения еще с одним восьмитысячником – Тхаулагири. С ним у него давние счеты. Это уже вторая попытка покорить вершину. В 1987 году Владислав из-за плохой погоды вынужден был отступить. Однако он из тех, кто не любит проигрывать. Поэтому на сей раз решил идти до конца. Хотя из-за опасности схождения снежных лавин тогда же свернули свои экспедиции три международные группы альпинистов. Гора уготавливала такие неожиданности, в которых, в общем-то, может быть, другие группы бы отступили просто. В 2004 году Тарзула собирается восходить на свой четырнадцатый восьмитысячник – Макалау. На спуске с Макалау отважный альпинист пропал. Его тело искали, но безрезультатно. Наблюдатели говорят, что он был на вершине. Это его четырнадцатый восьмитысячник. Трагедия в Москве на Дубровке. Теракт, длившийся с 23 по 26 октября 2002 года. В Одесском аэропорту введены новые строгие правила, которые должны предотвратить теракты. СБУ проводят учения по освобождению заложников. По новым правилам запрещен провоз в ручной кладе игрушечного оружия, напоминающего настоящее. Его вместе с колющими и режущими предметами, разрешенными к провозу, нужно сдавать багаж. На одном из самых оживленных перекрестков Одессы сгорел рейсовый автобус. В 2002 году большая часть машин автопарка были, как говорится, при последнем издыхании. Автобус сгорел за несколько минут. Это уже третий случай за год. Водитель с 35-летним стажем Александр Митюшев говорит, что работать на старых машинах – это сплошное испытание. Вот лишь несколько фраз из водительского фольклора. «Чаще под ним лежишь, чем им управляешь. Скрипит, значит, едет». Даже профессионалы высокого класса с многолетним стажем иногда не могут справиться с таким металлоломом. А о новичках и говорить не приходится. Ну, старое есть старое, оно гнилое, все рассыпается, разваливается, часто ломается. Буквально за несколько лет лазики и пазики исчезли с Одесских улиц. Их сменили душегубки, газели. А теперь эти автобусы невозможно увидеть даже на сельских маршрутах. История любит повторяться. Она возвращается к нам, как старые новогодние комедии. Она вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает. Коллектив «Инфопорта» поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками и желает не попадать в нехорошие истории. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok